Доброе утро, друзья! Вот такая сегодня у нас погода, глубокая осень. Сегодня 20 ноября. Я, как всегда, конечно, собралась по привычке уже на барахолку. Но осталась дома. Накрапывает у нас дождь такой уверенный. По-моему, он будет длиться целый день. Поэтому сегодня сделаем домашний обзор. Есть у меня что показать. Есть у меня прекрасная покупочка. И сегодня я вас с ней познакомлю. А тем временем давайте пройдемся за мной по моей победе. Пешком мы с вами еще не гуляли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, раз уж погода не позволила нам с вами посетить сегодня барахолку, Я предлагаю совместить чайную церемонию с показом моей последней покупки. Поэтому предлагаю вам поставить на паузу, налить себе чаю и продолжить со мной. Итак, друзья, я демонстрирую вам свою чудесную покупку. Этот прекрасный сервиз, напоминающий лето, незабудками. И многие уже узнали и догадались, это Дулёва. Знаменитый сокол. Хочу вам сказать, что купила я его на просторах интернета. И немного он у меня отличается по годам изготовления. Например, чашечки вы увидели. Первый сорт, 93-й год. Блюдечки. То же самое. Молочник. Второй сорт, 90-й год. Здесь уже зелёный сокол. Вы знаете, что Дулёва по сортам разделяет по цвету клейма, цвет сокола. Красный – это высший сорт. Зелёный – это второй сорт. Так, сахарничка 90-го года, тоже второй сорт. И чайничек у меня полный. Это 93-й год. Второй сорт. Необыкновенно привлекательно он смотрится на столе. Как в повседневном, так и праздничном. И я всегда говорю о том, что в этой простоте и есть та самая какая-то изюминка и изысканная. Видимо, сервиз собирался по крупицам, потому что у меня два предмета. Можете обратить внимание, молочник и сахарница. Это с ободком позолоты. А чашечки и чайничек позолоты не имеют. Но для меня это, в общем-то, есть золото хорошо, нет, ещё лучше. Итак, давайте вернёмся к этому замечательному предприятию. Основано оно было в 1832 году Терентием Яковлевичем Кузнецовым, приехавшим из Гжельской волости, как разбогатевший крестьянин. И основал это предприятие. К концу 19 века Кузнецовы, династия Кузнецовых уже создали практически фарфоровую империю и являлись одними из главных поставщиков в царский двор императора. В 1918 году завод был национализирован. И, друзья, я хочу вам показать. У меня есть ранняя работа Дулёва. Посмотрите, это период 26-1929 года. Вот такая сахарница. Кто мои видео смотрел ранее, я показывала её уже. Но вот сегодня я хочу ещё раз продемонстрировать. Она, конечно, не идеальна. Ей здесь определённые такие моменты, следы времени, так это назовём. Но в любом случае очень приятно держать этот настоящий такой антиквариат в руках. Дулёва конца 20-х годов. В 1937 году на Всемирной выставке Дулёва был присуждён Гран-при за рисунок красавица Петра Леонова. И получил в завод золотую медаль. И этот рисунок и на сегодня является визитной карточкой завода. Друзья, триумфом завода стал 1958 год на Всемирной выставке в Брюсселе. Завод и все художники и скульпторы были удостоены золотой медали. И особенно отмечен Алексей Сотников со своей скульптурой «Сокол». И, в общем-то, именно после этого «Сокол» и является визитной карточкой и клеймом завода. Мои незабудки впервые появились в 60-е и 70-е годы. Есть и столовый сервис с незабудками. Это деколь. И хочу я вам сказать, что, конечно же, появляется желание иметь непременно дулёвский ручной росписи сервис или хотя бы чайную пару. Потому что их знаменитые агашки – это, конечно, необыкновенная красота. И это действительно такое мастерство великое. Очень хотелось бы прикоснуться к нему. Друзья, хочу показать вам ещё одну необыкновенную работу, статуэтку. Малахитовая шкатулка называется эта статуэтка. Тоже, возможно, вы уже в моих видео видели и делала обзор на эту статуэтку. Здесь, друзья, как раз и ручная роспись, и безумно красивая статуэтка. Она такая достаточно и объёмная. Несколько заводов делали такую статуэтку. И у меня как раз это и не дулёва. Но я приложу вам фотографию. Это очень-очень похожие статуэтки. У меня клеймо Минского фарфорового завода «Беларусь». Но очень похожую статуэтку делал и Дулёвский фарфоровый завод. Автор скульптуры Ольга Михайловна Богданова, скульптор, художник. И это период 1962-68 года. Очень приятно говорить о том, что завод работает и процветает. Несмотря на то, что были в его истории и тяжёлые периоды переорганизации. В 2012 году завод перешёл в частную собственность. Сейчас завод функционирует, успешно работает. Существует сайт завода. Вы можете зайти, посмотреть и заказать себе продукцию завода. И это прекрасно. Когда такие предприятия действительно ещё будут радовать нас многие-многие годы. Друзья, давайте действительно радовать себя такими прекрасными покупками, которые украшают нашу жизнь, улучшают настроение. И действительно делать себе праздник просто без повода. Вот так, как сегодня. Всего вам самого доброго. Спасибо, что со мной провели этот вечер. И приятного нам чаепития. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я надеюсь, вы обратили внимание, как чудесно смотрятся мои вот такие мельхиоровые вазочки. Вы тоже их уже видели у меня в обзорах. Орешница. Вот такая конфетница она у меня сегодня, четырёхлистник. Это Зиш Мельхиор с посеребрением. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok